Здравствуйте! В эфире телеканал АРИС Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Как минимум три года подряд в Кумертаусском архиве традиционно проводятся тематические недели под названием «Архив. Площадка взаимодействия». Для школьников проводят образовательно-развлекательные презентации, для трудящихся исторические семинары. Организуют и другие мероприятия, связанные со сбором архивных данных. Для развития интереса у молодого поколения к истории Кумертау в городском архиве регулярно организовываются тематические программы. Накануне учащиеся девятой школы смогли поприсутствовать на презентации «Архив сегодня больше, чем архив», где узнали о работе организации, новшествах, введенных в централизованной библиотечной системе, а также совершили интерактивное путешествие пешком по городу. Мне было очень интересно, я узнала много нового. Можно приходить сюда, узнавать историю своего города, чтобы, например, не совершать ошибок, которые были до этого. Чтобы можно было рассказать своим детям об этом, как все было. В рамках проекта «Архив площадка взаимодействия» также в ближайшее время планируется сбор организационного комитета по подготовке энциклопедии о Кумертау к 65-летнему юбилею города в 2018 году. Энциклопедия будет охватывать разделы и о природе, и об историческом месте, где располагается город Кумертау, и, как я уже сказала о предприятиях, и обязательно о людях, о людях, которые внесли свой вклад в развитие города и предприятий. Редактором и составителем энциклопедии был назначен писатель Владимир Макраусов, которым уже были выпущены три книги по истории Кумертау, находящиеся в библиотеках города и в архиве. На городском сайте размещена информация об оформлении статей для энциклопедии. Каждое предприятие, планирующее поделиться исторической информацией, а также жители города, могут подробно узнать о правильной форме подачи материалов. Пользуясь случаем, я обращаюсь к руководителям предприятий, чтобы они обратили на подготовку материалов, на важность, чтобы сведения о предприятиях разных вошли в эту энциклопедию. Также обращаюсь к нашим кумертаусцам. Если у вас есть какая-то интересная информация или предложение, пожалуйста, обращайтесь к нам в архив. Мы будем очень жады этой информации и, возможно, она войдет в будущую энциклопедию города. Как провести свой выходной день? Ведь у всех свои интересы и увлечения. Эту тему обсуждали в Центре детского творчества. Там состоялось собрание под девизом «52 выходных дня». На собрании творческая группа озвучивала свои идеи. Подробнее в репортаже Константина Меркушева. Заседание проходило с участием общественности города. В зале собрались руководители организации и учреждений, а также средства массовой информации. На повестке дня стоит вопрос разработки проекта «52 выходных дня». Собрание провела методист молодежно-подросткового центра самоцветы Марина Сафонова. По инициативе главы администрации Бориса Владимировича Беляева мы услышали о проекте «52 выходных». Вот он был озабочен о том, а как наши горожане отдыхают, а что они должны в выходной делать. И мы все тоже заразились этой идеей и понимали ее важность, нужность этого. И думаем, что наши жители тоже оценят этот проект и будут не просто участниками выходных, а будут сами участвовать в том, чтобы разработать эти выходные, чтобы идеи принести, может быть, в рабочую группу, что вот сейчас мы и делали. Собрание проходило в активном ключе. Присутствующие предлагали свои разнообразные и креативные идеи выходных дней. По словам Марины Николаевны, все идеи были по-своему интересны. Для меня любая идея, вот абсолютно любая идея, это действительно интеллектуальный продукт, над которым думала целая группа, но, естественно, надо домысливать. Кто-то просто не смог ее выразить, скажем, хорошо. В ближайшее время творческую группу ждет активная и напряженная работа. Для успешной реализации намеченной цели необходимо продолжать начатую работу. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». В 12-й школе организовали праздник, посвященный Дню Республики. Учителя и школьники подготовили торжественную программу. В рамках мероприятия дали старт акции «Ростки добра», посвященной столетию Республики. Раскроет тему Гульнас Филатова. День Республики в 12-й школе праздновали с особым патриотизмом. Учащиеся в честь этого события подготовили творческие номера. Открыли мероприятие своим выступлением флагоносцы. Еще в 1990 году нашими предками в собственность была получена земля, природные богатства края Башкортостана. И вот уже 26 лет жители республики празднуют этот день. С самого детства в 12-й школе учащимся прививают уважение к родине, приобщая к любви замечательные истории края. Национальные танцы и песни в Башкортостане символичны, так как ни одно из традиционных состязаний и мероприятий не проходили без них. На школьном празднике прозвучали и были исполнены прекрасные музыкальные композиции и хореографические номера. В рамках празднования было объявлено о старте новой акции «Ростки добра». Совет старшеклассников во главе с заместителем директора Оксаной Газизовой решили запустить масштабный проект, совершив в течение трех ближайших лет «100 добрых дел» в честь празднования 100-летия образования республики в марте 2019 года. Есть такая фраза «красота спасет мир», но, как нам кажется, в наше время должна звучать «доброта и красота спасет мир», так как дети, делая доброе дело, становятся сами добрее. Видя положение других людей, пожилых людей, пенсионеров, детей с ограниченными возможностями здоровья, в детях это просыпается доброта и милосердие, что в наш век необходимо детям. Каждое совершенное хорошее дело для нуждающихся будет отображено на дереве добра в актовом зале, служащем некой доской почета и стимулирующей всех школьников принимать участие в проекции. Поступило это все от совета старшеклассников, то есть мы такие собрались и подумали, что это будет хорошо. Волонтерство, добрые дела – это всегда вело к тому, что мы становились лучше, становились сильнее. Каждый из нас делал что-то для других, потому что все-таки, как ни говори, но мы маленькие песчинки в огромном океане людей, и если кто-то из нас хотя бы сделает этот мир лучше, то он станет лучше для всех других. Я считаю, что это нужно для того, чтобы каждый из нас стал немного добрее. Если каждый из нас будет немного добрее, то и весь мир станет очень добрым. Мы ходим в ветераны, помогаем им и можем помочь всем тем, кому это необходимо. Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Городские парки, кроме традиционного набора развлечений, в этом сезоне предложили кумертаусцам в том числе бесплатные занятия на тренажерах. Выборы прошли, реальные дела остались. Реальные дела – это проект партии «Единая Россия», в рамках которого два кумертауских парка оборудовали тренажерами. Для реализации подобных проектов в первую очередь руководством партии организовывается сход граждан, на котором собираются заявки от жителей города о том, что нового они бы хотели видеть в нашем городе. В 2016 году в результате рассмотрения заявок от горожан было решено установить по 20 спортивных уличных тренажеров в городских парках. В микрорайоне Восточный парк коммунальников выбрали как сравнительно новый и развивающийся, и парк имени Гагарина в центре города, как наиболее популярный среди молодежи и пожилых людей, ведущих здоровый образ жизни. Потренироваться приходят не только жители многоквартирных домов, находящихся рядом с парками. Преподаватели школ организовывают для учащихся спортивные мероприятия на площадках, где школьники с удовольствием осваивают тренажеры. Чем хороши эти тренажеры? Сейчас тренажеры пользуются немалой популярностью. В дневные часы, пока дети в школе, а взрослые на работе, уличный спортзал пустует. Но в утреннее и вечернее время на площадках всегда оживленно. Тренируются с заметным воодушевлением не только дети, но и взрослые. Проходили мимо, удивились. Нам понравилось, попробовали. Хотелось бы постоянно заниматься теперь. Очень рады. Но жалко, что только в этом году это у нас в городе. И кто это сделал. Огромное спасибо. Огромное. Татьяна Шульга посещает тренировочную площадку вместе с внуками. С самого ее установления в парке. Сейчас Татьяна легко определяет, каким возрастным категориям соответствуют тренажеры по цветам. Приобщает внуков с самого детства к спорту и тренируется сама. Нам очень нравится. Спасибо всем, кто это придумал, кто это сделал в нашем городе. Хотелось бы, конечно, чтобы такие тренажеры стояли не только здесь у нас в парке в Восточном, но и в каждом дворе. Вообще замечательно, кажется, очень нравится нам. Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». День республики и День учителя объединили в одно торжественное мероприятие, прошедшее накануне в районном Доме культуры «Молодость». Сюжет о том, как отмечали эти праздники куэргазинцы. На празднование были приглашены ветераны района, представители общественных организаций и предприятий. По традиции в этот день обновили фотографии лучших тружеников на доске почета. Их и всех присутствующих гостей поблагодарил за совместный успешный труд, исполняющий обязанности главы администрации Ахат Кутлу Ахметов. Убежден, что совместными усилиями в обстановке взаимопонимания и дружбы между народами мы сумеем сохранить, преумножить и обеспечить достойную жизнь будущим поколениям. В этот праздничный день выражаю сердечную признательность всем жителям за созидательный труд на благо родного района и республики. Желаю всем вам здоровья, благополучия и счастья. Лучшим работникам разных сфер района были вручены благодарственные письма и почетные грамоты. С профессиональным праздником также поздравили присутствующих учителей, наградив их за успешное воспитание детей и достижения в образовательной сфере. Достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд награждаются Галина Анатольевна Егорова, учитель чувашского и русского языков и литературы средней школы деревни Павловка. В рамках мероприятия были переданы семь ключей от квартир жителям района из категории детей-сирот, и одна семья получила свидетельство на компенсацию части стоимости жилья. На протяжении всего мероприятия гостей праздника радовали своими выступлениями творческие коллективы Дома культуры. Гульнас Тилатова, Ярослав Кондратьев, Игорь Хлопотов, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok